всем привет и слава украине сегодня у нас понедельник а это значит что сегодня у нас все будет украина с хорошо знакомым и любим нами романом символюхом приветствую роман очень рад видеть начну не с главной темы главная тема это конечно же фронт это все что связано с очень серьезными вещами но тем не менее скажу так самой популярной темой пригожен все 27 августа соответственно комитет россии сообщил о том что генетические тесты подтверждают что финансист группы вагнер евгений пригожин 20 человек погибших в авиакатастрофа наверно что-то случилось дело наверное бомбу подложили под его кресло раз бахнуло так что пришлось проводить генетическую экспертизу и хранить его очевидно будут закрытом гробу а жаль а жаль потому что мы хотели бы всем развеять вот эти вот последние там инсинуации что может быть он где-то в бразилии нет тот кто покусился на власть путина вряд ли живым выехал в бразилию вот и никому как говорит говаривал старик мюллер из фильма 17 главенной весны в это наше время верить никому нельзя даже себе мне можно вот вам в данном случае я верю да там мюллер в минуточку он фильме 17 мгновения весны давайте все вспомним какая у него эмблема была на рукавах свастика и буква ви это ну просто как это российский нацизм он он даже в мелочах копирует нацистов которые были перед этим хотел сказать немецких ну да они были немцами но просто немцы настолько сильно изменились за это года года что тут на германии фокусироваться не стоит так что вот мюллер да он такой эталонный умный нацист и мы с такой аудиторией работаем потому что именно эти умные нацисты потом направляют вот эти вот массы людские на смерть в украину а те думают что они умирают за путина или как дело вы видели этот экипаж танка который который которого путин награждал алёша там же алёша да дело в том что это они сейчас стали алёша когда кремлевские пиарщики подключились к этому также это они называл этот парень командир танка называл себя рекс а потом раз они провели как это смену своего название этого видно пиарщики работали так вот эти алёши они какие-то слишком загорелые что лишний раз говорит о том что цель путина покоренные малые народы обнулить еще сильнее главная проблема российских в общем-то нацистов в том что они не броневые в отличие от мира и послушай с пригожиным это еще раз доказал он оказался просто не броневым и как и все обычные люди как и эта судьба в общем-то ждет всех вот мы говорим нам почему-то не видят но жизнь это показывает своем на самом деле по поводу не броневых и так далее вот если серьезно сегодня вот только сегодня только вот во вчерашнюю вчерашнюю ночью полтавщина последствия ракетного обстрела предприятия по поселку гоголево мир городского района возгорание два человека погибло если бы представим себе войны нет ничего нет и в этот случай происходит же на первых полосах всех сми мира российские да и нанесли удар по помещению по предприятию где производится подсолнечное масло и гибнут два человека конкретно это конкретное военное преступление теперь это рутина и уже все привыкли к этому привыкать нельзя на т.е. скажем честно уже все привыкли потому что да они преступники да они совершают военное притва но что самое интересное они сейчас пытаются всячески перегрыть свои военные преступления, мнимыми военные преступления. Вот вчера буквально наткнулся на сообщение о том, что была беда с севастопольской бригадой. Злые грузины, злой грузинский легион окружил там какую-то группу из севастопольской бригады. Ну, окружил, да, там бой был, отстреливались, а потом положил всех пленных на землю и расстрелял. Какой ужас. Грузины хорошо воюют, это факт. И многих, или не многих, но некоторых людей я знаю лично, и это круто. И очень людям нравится, когда у них же флаги Грузии и Украины. Когда ты встречаешь этих людей, говоришь Сокартвеллос до Украины Гаумаджос, сразу понимаешь, что мы на одной волне. А насчет этого случая якобы случая. Значит, это как бы, как это ни странно бы не звучало, конечно, так никто не поступает, но Украина может действовать без каких-либо ограничений в части российских насыстов. И они должны это понимать. хотя это не значит, что мы тут расстреливаем пленных и так далее. Я говорю, что у нас никаких ограничений здесь быть не может, потому что мы защищаем свой дом. по тому, как мы ведем себя с военнопленными, спросите, у Красного Креста они все имеют доступ. Поэтому грузинам респект, которые воюют вместе с нами, а российским врунам до свидания. Нет, просто вот это сообщение, оно ведь как бы, не знаю, может быть, это я уже увлекаюсь конспирологией, но это сообщение как-то резонирует как-то с письмом недавнего Медведева. Я практически уверен, что подавляющее большинство в Украине это письмо даже не заметили, но какие письма, когда такая война. Но не письмо, нет, статья. Статью о включении в состав России, да? В аннексии, да. Но там не это главное. То есть об аннексии это понятно. Абхазия и Южная Осетия давайте проговорим. А, мы с вами, кстати, об этом говорили на 24-м канале. Я уверен, что многие зрители смотрели это, но здесь речь идет о чем? Здесь речь идет об очень интересной штуке, что там же он говорит, Медведев говорит о том, что какая главная проблема Грузии. Грузофобия Абхазия. И вот хотя здоровые силы общества ей противостоят, но все равно русофобия это главная проблема Грузии. И вот вам, пожалуйста, пример русофобии. Как-то вот все у них складывается очень интересно и очень так. Что касается российских оккупантов, по отношению к ним наша русофобия при любых раскладах она недостаточная. и это важно просто проговорить. Это же мне как это русофобия, то есть не любовь кого-то там по национальному признаку, но в данном случае российских нацистов. Они пришли к тебе в дом тебя убить, а тебя обвиняют в русофобии. Это такой очень простой манипулятивный ход, который мы разгадали, нечего тут говорить. Абсолютно очевидно, но при этом ведь что такое в их понимании русофобия? В их понимании русофобия это не любовь к России. И желание жить в своей собственной стране. Ну да, если ты не хочешь быть частью России, то ты русофоб. Абсолютно верно. Если ты мечтаешь. Вот есть такие русофобы, и таких русофобов подавляющее большинство по всему периметру Российской Федерации. Да мало этого, я думаю, что таких русофобов очень много в самой Российской Федерации. Кстати, среди этнических русских тоже. Так никто не хочет. Слушайте, если у человека российский паспорт, это же не значит, что он автоматический идиот. Абсолютно нет. И желающих жить в концлагере, они, конечно, есть, но далеко не все. И именно поэтому количество желающих покинуть Рашу бьет все рекорды. И многим это не нравится. Некоторые начинают дискуссии о хороших русских и нужно ли их принимать. Но это уже второй вопрос. Остается фактом, что они делают ноги со своей страны. Почему? Потому что они хотят жить среди нацистов, где твоя жизнь равна нулю. А жизнь твоих детей нужна только для того, чтобы их отправить на мясо в Украину или куда-то еще, куда захочется маньяку. В ту же Грузию, например. Кстати, о мотивационной составляющей. вот в цели я сразу же извиняюсь за то, что сейчас будет не совсем корректно, нецензурное выражение цели специальной военной операции. Прошу прощения за это выражение. Ведь в них никто не верит. Или есть люди, которые верят в цели специальной военной операции в России. и потом как можно верить в то, чего нет, что постоянно меняется. Мотивация. Цитирую Владимира Путина. Цели специальной операции меняются, но они не меняются. Что он имел в виду? Скорее всего, что он идиот, из-за идиотов держит на российских граждан. Такой мстительный маньяк, целью которого смерть прежде всего. Я думаю, что он получает удовольствие от смерти россиян в том числе. Конечно, ему приятно, когда ему докладывают, вот, в Чернигове убили шестилетнюю девочку. Я думаю, что у Путина просто эрекция в самом широком смысле этого слова. Эйфория. А по поводу деноцификации и демилитаризации, заметьте, они же об этом сами уже не говорят. Потому что это смешно. Потому что они сами нацисты, а насчет демилитаризации тут вопрос, кто кого демилитаризирует, а кто кого милитаризирует. Особенно на фоне того, что мы пересаживаемся на F-16. Но, как обычно, проговорился алкоголик Медведев, он же прямо сказал, это ликвидация украинского государства. Вот цель, с которой они сюда пришли. Единственная проблема, что она абсолютно недосягаемая. И на болотах это понимают. Украина никуда не денется. И можно долго дискутировать на тему, на каких рубежах закончится война, но то, что мы с ними враги на поколение и столетие, это факт. И будущее, подрастающее поколение украинских граждан, если, то есть, такие люди, как я, еще помнят, когда мы жили, когда мы не стреляли друг в друга, то те, кто моложе, так, лет на 30-40, для них Россия это враг с самого детства. И это будет иметь последствия, конечно же. Поэтому с целями все понятно, с их целями все понятно, ну и с нами. Для нас цель для начала выжить, второе вернуть оккупированные территории и выкопать ров поглубже и запастись такими ракетами, которые мы будем запускать в случае чего прям с Хрещатика по кабинету Путина. Вообще-то, я надеюсь, что к тому времени кабинета Путина это не будет. Ну, когда будут такие ракеты, уже кабинета Путина не будет. Кабинета, а хотя Путин это понятие условное. Да, будет другой, будет кабинета Навального, еще какого-то мудака. Какой бы правитель в России не был, все равно получается Путин. На самом деле. До выхода все равно получается Путин. Как и у нас, любой правитель, который сюда выигрывает выборы, рано или поздно начинает транслировать нарративы, которые сформулировал Степан Андреевич Бандера. Это, кстати, касается и Юнуковича в течение многих лет, в последний этап он что-то сломался, точнее, Путин его сломал. На цепь прогнули парня. Да, его прогнули и результат какой. Он доживает свою жизнь в полном забвении в Сочи и думает, что и он просто сбитый летчик в плане политики. А все почему? Потому что он не слушал Степана Андреевича. Я не знаю, насколько его это волнует, но, наверное, все-таки человек задумывается. Он же вот думает о том, с каким именем он вошел в историю или абсолютно интересно. Не важно. Просто не имеет значения, не имеет значения, что он себя думает. С теханализом нет. вообще дело вот этот эксцесс Януковича, он же базируется на чем? На тупости людей. Когда украинские политики больше думают, что их враги внутри страны политические оппоненты, чем условно агрессивные соседи, это приводит к таким страшным последствиям. В первую очередь это говорит о тупости. Ну вот Янукович вам показал, что в политике лучше тупым не быть. У нас тут разные президенты, в том числе действующие, тоже думали, что вот можно там с россиянами договориться. Результат мы сейчас видим, и все быстро поумнели. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В Грузии то же самое. В Грузии кто бы не приходил к власти, были бы абсолютно уверены, что сейчас с россиянами разрушили. Но они же вот они, ну мы же их знаем, мы же прекрасно говорим на их языке, мы знаем их культуру, мы знаем их... А оказалось, что не совсем знаем. Оказалось, что мало-то, мало смотреть в детстве одни и те же фильмы, одни и те же книжки читать. Оказалось, что прочтение может быть разным. Вот элементарный пример, я сейчас хочу перейти уже к другой теме, но вот это РПЦ начала процедуру канонизации кого бы вы думали? Александра Суворова. Александра Васильевича Суворова. Это, ну, мягко говоря, по отношению, ну, как минимум к двум народам. Это вот мое очень серьезное, скажем так, очень либеральное отношение к этой цифре, потому что гораздо большему количеству. Что минимум двум народам, это просто прямое оскорбление. Я имею в виду такие разные народы, как поляки и ногайцы. Человек, который устроил геноцид, вот это реальный геноцид ногайского народа. Человек, который устроил резню Праги. Прага это не столица Чехии, Прага это предместие Варшавы. Ну, сейчас уже район Варшавы. И вот такие у них святые? Вообще, вот эти вот решения дела, они, как мне кажется, говорят о том, что они начинают использовать, если раньше РПЦ это был такой элемент захвата, такой экспортный продукт на Российской империи, то сейчас они все-таки сужаются и понимают, что московских попов будут гнать с санными тряпками отовсюду. И вот это интересный момент. То есть подобного рода размышления и решения, они вес российского государства на международной арене уменьшают, а не наоборот. ну да, по поводу международной арены это скажем так одна из центральных тем для меня лично. Вот смотрите, одним из самых распространенных мемов российской пропаганды является мем о том, что Россия воюет вовсе не с Украиной и не нападала на Украину. Россия воюет с США и вообще Соединенные Штаты нападали. Вчера был разговор с Мишей Самусем и он мне рассказал следующий вещь, но он часто выступает на зарубежных каналах арабы, арабский канал какой-то, к сожалению, я сейчас не помню какой, и там был представитель России и тот просто понес чушь арабов о том, что во-первых, украинцев нет, это русские. Украинцы это те русские, которых захватили США. И когда арабских ведущих спросил, ну хорошо, а Одессу-то зачем вы бомбите? Склады зачем вы бомбите с зерном? Ну что вы, вы, говорит, находитесь в плену пропаганды? Это американские склады оружия, а не украинские склады зерном. Мы же не будем сжечь русское зерно. Мы сжигаем американские склады с оружием. И вот эту чушь они выливают на голову достаточно большого количества людей. Это проблема. много уровней. Значит, понятно, что они пытаются опереться на другие страны, которые занимают нейтральную позицию, играть там, торговать с ними за рупии или за юани и так далее. Попытаются с арабскими странами действовать, пытаются играть на антиамериканских настроениях, где любят Кока-Колу и ненавидят Соединенные Штаты одновременно. Все это понятно. Но если говорить о войне здесь и на земле, то, во-первых, думать, что арабские страны, они там под влиянием России и что они так легко покупаются на этот бред, я не уверен, если честно. Там свои интересы и масса страны из Персидского залива, они приезжают к нам в гости, и подарки нам привозят, и танки наши заправляют. То есть война ведется на всех уровнях и, соответственно, за мнение других людей и других стран. Глобально я не думаю, что это может изменить, потому что если какой-то мудак из Москвы говорит о том, что они ударили по театру одному, второму, третьему, потому что там была встреча генералов НАТО, но не надо наших дорогих шейков считать идиотами. Вот это не надо. Все прекрасно понимают. Просто многие на этом зарабатывают, но это их выбор. Мы, когда были войны в других регионах, тоже частенько занимали митральную позицию. А в нашем случае это ничего не меняет. Тут же главное как это как быстро будут поставлены в Украину самолеты. Заметьте, вот тут генерал Милли, наш любимый, он как-то очень быстро сокращает вот это возможное время разворачивания авиационного компонента. Вот это важно. Но это не значит, что мы не должны работать с арабскими странами, вносить свои контраргументы и рассказывать, что россияне это нацисты, что это такие твари, которые, как говорит мой друг из России, он говорит, что ну почему вы все время обижаете Гитлера, не обижайте Гитлера, он же не бомбил немецкоговорящие города, он не убивал немцев, то есть это же вот с точки зрения российской логики это апофеоз безумия, то есть они называют нас русскими и бросают бомбы на нас, а потом российские нацисты пишут, что надо убивать всех, потому что дети будут мстить за родителей, ну это как объяснить, я уверен, что во время этой программы Михаил Самойс достойно парировал это, и заметьте, арабы же они тоже стараются брать украинцев и русских, чтобы они между собой дискутировали, так в части российских вот этих вот говорящих голов, они их, если это более-менее независимая площадка, порвать их в части аргументов не является проблемой, их позиция слабая, вот, чтобы они там не говорили, сколько они бы там не награждали всяких там ребят и называли их все халешами, они являются агрессорами, и это все прекрасно знают, даже в арабских странах. И вот этот тот самый случай редчайший, зафиксируйте, когда я не совсем согласен с Романом Сыбалюковым, по-давайте, мне прекрасно знают, нужно просто осознать одну вещь, что значит все прекрасно знают, нет, не все прекрасно знают, шейхи знают, да, шейхи, они такие шейхи, причем я же говорил не проарабские страны. Есть такое выражение старое, еще из моего детства, когда я начал интересоваться политикой, страны Азии, Африки и Латинской Америки. Есть более краткое выражение, которое я использую, но которое я не люблю, это так называемый глобальный юг. Я его не люблю, но давайте договоримся, что страны Азии, Африки и Латинской Америки являются таким глобальным югом не все, далеко не все, но тем не менее, потому что в коллективный запад, например, входит Япония и Южная Корея. Какой же это запад? Даже востоке, причем дальний. Но вопрос в том, что антиамериканизм как, скажем так, достаточно серьезное настроение присутствует в очень многих странах глобального юга. и когда они видят, что вот Украина воюет с Россией, а Россия себя объявляет защитником всех обездоленных, всех этих. Более того, даже в постсовке есть очень серьезное антиамериканское настроение во многих странах постсовка. В то же самое время, но в постсовке понимают, что, ребята, а где империя? И где антиколониально характер войны? Антиимперский. Кто в данном случае антиимперия? Кто ведет борьбу за свою свободу и независимость? Но явно же не Россия. Спсовки это понимают, а где-нибудь в Африке, в Латинской Америке или в Азии это могут не понимать, поэтому эту мысль надо продвигать. Что Россия... Нужно продвигать, дело, я ошиба об этом и говорю, продвигать нужно, но мнение условных стран Латинской Америки оно на эту войну никак не влияет. Сколько бы они мирных планов не предлагали. Это все будет в информационном пространстве, но на войну это не влияет. Неправда очень сильно влияет. Я скажу так, во-первых, если кто-то считает, что там, где нет демократии, там не зависит общественное мнение власти, это неправда. Во многих странах, где нет демократии, где есть монархи, где есть диктатуры, чаще зависит больше от общественного мнения, чем в тех странах, где демократия есть. Просто потому, что все все равно животные существа политические, и все равно они опираются на... Иначе бы не нужно было вести пропаганду, идеологию и так далее. Это первое. Второе. Что происходит? Россия уже создала себе экосистему выживания, и чем больше стран будет оторвано из этой системы, с Россией вообще сотрудничать с Россией должно быть стыдно. Очень стыдно. Я понимаю, что деньги не пахнут. Весь Пассиан в какой-то степени был прав. Нужно, чтобы деньги, которые зарабатываются от России, очень сильно пахнули. Более того, чтобы они воняли. И это непосредственно влияет на войну. Разве нет? Ну, мы живем не в идеальном мире, Гелла, и на сегодняшний день глобальный не Юг, а Запад, он все равно к этой войне подходит очень избирательно. И они же не играют в полную силу. И никто не ставит вот так вот реально, чтобы изолировать Рашу. Никто же так вопрос не ставит. Эмбарго на нефть не накладывается, масса торговых операций, нет вторичных санкций, много чего нет. Поэтому я и говорю, что моя позиция заключается в том, что не значит, что в эфирах рабских или каких-то других каналов не надо ставить российских нацистов на место. Я говорю о том, что ситуация в районе Мелитополя и Токмака от того, что думают в Бразилии, едва ли изменится. Тут на ситуацию влияют другие решения в других столицах. И да, Россия длинная, и у них всегда будет вот эта опция выживания. Из этого тоже надо исходить. Есть такая прекрасная страна Иран. Нормально они себе нормально, ненормально это такой дискуссионный вопрос, но они же существуют и с ними в некотором роде считаются, ведут переговоры и так далее. Я просто пока не вижу этих оснований думать, что Нарашка куда-то может деться. Ну, в смысле Российская федерация. Ну, все бывает в первый раз, что называется, никогда не говори никогда. Нет, я надеюсь, я надеюсь, но как это, готовься к худшему, что Россия останется на политической карте, а может выйти как-то по-другому, может прилететь черный лебедь и так далее. Ведь в части как это прогнозирования, вот, мне кажется, никто, вот, если взять историю Украины последних 15 лет, ну, допустим, что произошло с 2013 года по 2023 год, 10 лет, если бы кто-то в 2013 году сказал, что будет в 2023, все сказали, не может быть, это нереально. Но это же произошло, поэтому в 2010 году, я сейчас не хочу себя хвалить, но в 2010 году ваш покорный слуга об этом говорил. Я понимаю, что у меня был посттравматический синдром после 2008 года, но я об этом говорил, да, мне говорили, что я сумасшедший, да, мне говорили, что я не суть чушь, да, мне говорили, что Грузия это Грузия, Грузия маленькая, поэтому там еще фактор Саакашвили, а Украина совсем другое. Не совсем другое, так вот, на самом деле плохо, что не совсем другое, мурашка бы загнулась сама и без этой войны, правда, на это потребовалось гораздо больше времени, но лучше, чтобы потребовалось больше времени, чем так, как сейчас, но история не терпит, как говорится, сослагательного наклонения, это же понятно, и это ясно. Я все-таки настаиваю на том, что вот эту антиколониальную повестку нужно продвигать. И, кстати, МИД Украины сейчас начал ее очень активно продвигать в Африке, очень активно начал продвигать в Азии, там фактор Китая, так вот, Китай, и с Китаем тоже очень важно работать, несмотря на то, что Китай сейчас, Китай является единственной надеждой России, СССР. Переносимся сейчас уже на фронт, что мы видим? Наверное, что-то случилось, что у русских не хватает бронетехники и в районе Бахмута, и в районе Пупянска. А что с ними случилось? Работают хаймарсы, скалибуры, работают Богдана, идет война, и я так понимаю, вот, я давно начинаю делать вывод, что все, что пишут западные журналюги по поводу этой войны, оно частенько вообще не имеет никакого отношения к реальности. Есть военные планы, есть военная стратегия, там, есть решения по корректировке действий, но по факту, когда все сводится к линии фронта, идет соревнование технологий военных и военных ресурсов. И вот это вот важно. Они, как они, хотели с НАТО воевать, ну, вот, потестите военное снаряжение и оружие страны НАТО, точнее, мы тестим это все. Поэтому смотреть за этим и любопытно, и страшно, потому что это война, это всегда жертвы, но по факту их минусуют, их минусуют нон-стоп, даже в этой российской фашистской системе монополии на информацию все больше и больше проскакивают от этих вот этих стонов на тему плохих укров, которые имеют высокоточную артиллерию, высокоточные системы поражения и так далее, и так далее. И оно, вот, я не знаю, имеет все шансы сдвинуть линию фронта так значительно, что всем будет о чем говорить. Кстати, я думаю, что очень скоро очень большой сюрприз ждет так называемых байанкоров или, как на Западе говорят, милблогеров российских, милблогеров. Очень большой сюрприз, потому что своих не бросают, своих уничтожают. Ну, с ними будет примерно то же самое, слишком много говорят. Говорят о том, что, черт побери, а не хватает техники, не хватает бронемашин, что пехотные полки-то фактически, прехотные соединения бросаются в бой без всякого прикрытка и так далее. И в этой ситуации, возвращаясь к преждему, единственное, кто может помочь России, это Китай. Китай через Северную Корею... А вопрос поможет? Я вот не уверен, что они впишутся... Я практически уверен, что они не впишутся, они должны впишаться, но сидеть и смотреть, сложа руки и смотреть, ни в коем случае нельзя, надо работать, работать с китайцами, работать с Китаем, потому что, ну, ребят, в конечном итоге нет такого куска, который нельзя было разделить. И тут опять вопрос, если воспринимать Украина, США и так далее, нет, мы сейчас написали, что у них солетают опять расстроило меня, хотя это... Поэтому я так завис немного. Возвращаюсь, извините. Так вот, в общем-то, я думаю, что как раз-таки вот в этом направлении необходимо очень серьезно работать. Работать не только Министерству иностранных дел, там, Украины и так далее, ну, работать всем, в том числе и нам, на информационном поле, учитывая, что даже эту скромную программу смотрят иностранцы. Как минимум, из посольства задают точно, кто смотрит. Это хорошо. Они за это деньги получают. Ну да. Поэтому я думаю, что тут очень важно, да, есть аспект тот, что Соединенные Штаты помогают. И когда мне говорят про то, что вот две империи, извините, ребята, давайте возьмем очень простой пример. Вот пример войны за недовольственные Соединенных Штатов. Это была война двух империй или это была война за независимость? А может быть, Франция воевала с Британией? Это не была война двух империй? Неплохой пример, не правда ли? Да, тут ответ сама история дала. Это война за независимость. Да, и в нашем случае это война за независимость. Потому что цель этой войны со стороны Кремля уничтожить украинское государство и украинцев как политическую нацию. Ну, все же это понимают. Вывод, конечно, война за независимость. Момент. Все же это понимают. Не все. А это должны понимать все. В Украине все это понимают. В странах, где поддерживается это понимают. А так не все. А это должны понимать все. Именно это. Ну, что, давайте перейдем к Блицу. Давайте. Почему Россия заведует Ирану? Потому что эти ребята с руками и что-то все-таки создать могут сами. А наши российские друзья не факт. Это я про шахеды, если что. А ваша версия дела? А ваша версия по поводу почему завидуют Ирану? Я думаю, потому что Иран был не столь безумен, чтобы развязывал войны, но он был не столь безумен, чтобы развязать большую войну, которая разрушила это государство. Мне ваши версии больше нравятся. И у Ирана есть шанс сохраниться в отличие от России. Что случилось с Луной 25? На нее напала Луна и она приказала долго жить. Эта история с Луной прекрасна, потому что если люди строят свою жизнь исключительно на понтах, пытаются атаковать Луну, пытаются атаковать Украину, вот это все приводит к одному и тому же результату. Потому что нужно думать о созидании, а не для того, чтобы они же на Луну полетели для чего? Чтобы обосновать право свое убивать на земле. Их Луна наказала. Ну и Украина их накажет. А Украина пойдет на Беларусь? Я думаю, что в этом нет необходимости. На каком-то этапе у нас будет крепкий союз с белорусским государством, абсолютно добровольный, взаимовыгодный и так далее. Тогда зачем Лукашенко воспитывать молодых бандеровцам? Так вот это Шостнова. Он же все равно всегда лавирует. И слушайте, вполне возможно, что после Александра Григорьевича эта страна очень быстро развернется в сторону НАТО и Европейского Союза. Потому что там-то живут люди, которые точно не россияне. и когда станет вопрос, а как же сохранить свое государство, особенно после развала Раши, вывод и вектор будет только один. Украина готова взять на себя бремя региональной державы? Поясняю. Стать лидером региона среди Черноморско-Гаспийского бассейна, таким локомотивом. А возможно это неизбежно по результатам этой войны? Поэтому обстоятельства заставят. Полная победа в войне. Это вопрос, который я часто задаю. Что такое полная победа в войне Украины? Я не настолько амбициозен, как вы. Разрушение России как государства пройдет само по себе. В нашем случае это все-таки восстановление территориальной целостности и создание условий, чтобы эта Орда даже не задумывалась о том, что нужно как-то попробовать реванш, чтобы при слове Украина немножечко бросала в дрожь и они говорили давайте поговорим о чем-то другом. То есть граница 91-го года с сохранением природы России, той, которая сейчас есть, может быть победой. Война не будет продолжаться? Нет, нет, это два разных вопроса. Победа для нас, а процессы, которые будут запущены в России, ну как, там тоже живут люди, они тоже будут что-то говорить, что-то делать и в конечном итоге это приведет к децентрализации. Сначала это будет так называться, наверное, а потом да здравствует свободная Чкерия. Я называю это фрагментацией, ну хорошо, децентрализация, пускай будет так. Ну что, я думаю, что мы охватили тот круг вопросов, который был интересен, как минимум мне, я надеюсь, что он был интересен и вам, и нашим зрителям, и это здорово. Замечательно, огромное спасибо за очень интересную беседу, и все будет Украина. Верим за собой. Дело спасибо. Верим за собой. Слава Украине. Героям слава. Спасибо. 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 Спасибо.